Экс-участница Comedy Woman уверена, что популярные в Интернете молодые люди, считающие себя звёздами, должны нести ответственность за свои слова и действия. Она увидела вот это вот безобразие, когда Ивлева вместе с командой вот этих вот тиктокеров, блогеров поехала по дорогам. Значит, впереди вот этот вот очкарик в адрес Милохина, Милохин сзади сидит, наворачивает бутерброд, сзади сидит его девушка, вот этот блогер унизительную шутку говорит в адрес этой девушки, рядом сидит блогер, ухмыляется, Ивлева рядом сидит, ухмыляется, только тогда она среагировала, когда девушка уже расплакалась. Только тогда она отреагировала. И Варнава назвала их, этих, Джарахова и Милохина в тупости и назвала их, вот как она их назвала. А теперь я хочу показать, куда едут вот эта компания блогеров, куда везут вот этих компаний во главе с Ивлевой. Она раньше тоже была блогером, стала телеведущей и участники травл-проекта посетят Урюпинск, Волгоградская область, столицу республики Калмыкия, Элисту, главный город республики Адыгея Майкоп, Мезмай и Геленджик, оба Краснодарский края. Короче, периферия, где цивилизации почти как таковой нет. Посмотрите, кто там присутствуют, дети пяти лет, начиная с пяти лет и выше взрослых почти нет. И я обратила внимание и хочу обратить ваше внимание на эту фотографию. Сидят за столом, они пригласили шамана, он читает мантры. И за столом, такой столик дорожный, кто-то сидит просто так, кто-то тоже вроде как молитву читает. И обратите внимание на Милохина, что он показывает своей девушке. Это совращение, я считаю, вот молодёжи, куда они поехали, вот этот, и он является лицом Сбербанка. Вот они и едут, вот, куда они едут, куда они поехали, совращать молодёжь. Это люди, которые сидят в ТикТоке, не работают, а только записывают ролики. И этим они зарабатывают. Вот это совращение, вот так, молодёжи. И это будет выходить каждую пятницу на телевидение. Так что вот так. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.